Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и сегодня мы поиграем в игру, которая называется The Messenger. На западном краю павшего мира находится горная деревушка. Населенная последними выжившими представителями человеческой расы, которые предпочли изгнание смерти. Они не покидают своего укрытия, тренируясь днем и ночью. Их наследие отмечено проклятием и единственная их цель выжить. В легенде говорится об армии демонов, готовящейся нанести новые удары и странное желание раз и навсегда стереть людей с лица земли. К счастью в ней говорится и о герое, что примчится со стороны западного океана и принесет защиту и знания. В день, который начнется, так же как и сотни других, герой с запада явится к молодому ниндзя. Герой велит ему пуститься в опасное путешествие по беспощадному миру и доставить к месту назначения свиток, от которого зависит выживание клана. The Messenger Ну, как-то так нам поведали предысторию, ребята. Ну, а мы будем уже непосредственно начинать саму игру. Так, новая игра. Естественно, новая. Как вас зовут? Ребят, ну что за глупый вопрос, как нас зовут? Естественно, нас зовут... Так, где у меня буковка Е? Так, мне нужен Игрик. Не вижу, не вижу. Так, ага, вот, все. Да, я уверен. Так. Сохранение. Вот и еще один день прошел, а так называемый герой с запада так и не объявился. Раньше на тренировках царило веселье, а теперь мы только и делаем, что зубрим скучные пророчества. Армия демонов то, магический свиток это. За много веков так ничего и не произошло. Так почему же мы до сих пор прячемся? Вот бы покинуть это место и отправиться исследовать мир. Все сюда, начинаем урок истории. О, здорово. На очередная лекция. Ребята, мне чем-то эта игра напоминает Ниндзю Гайден. Наверное, на этот раз лучше все же сходить. Блин, ну, ребят, ей бог говорю, как Ниндзя Гайден, а? Да ж герой такой же почти. О, манекен. Ага, понятно. Слушайте, и музыка такая прикольная. Ретро. Оу. Братья, привет. Самое время испытать новую дорожку. Продемонстрируй нам свой облачный шаг. Прыжок, удар, прыжок. Так. Ага. Это что мне нужно сделать? Так, подожди, я не понял. Облачный шаг. Проще простого. Если тебя обучили его технике. Прыгни, атакуй, снова прыгни. Ты сможешь оставаться в воздухе, пока у тебя есть кого или что атаковать. Угу. Все, я, кажется, понял, ребята. Мне нужно... Оп. Все. Отлично. Получилось. Ну что же, двигаемся дальше. Икс. Ай-яй-яй. Не попал, ребят. Подождите секунду. Хоп. Хоп. Вот так вот. Проще паренной репы. Ого. Вы только посмотрите, кто решил почтить нас своим присутствием. Хм. Ну что, прошли? Все, что требовалось. А ты все бунтуешь. А в чем смысл всего этого? Мы ничего не делаем. Просто загниваем в этом укрытии. Вижу, тебе не удалось постичь всю важность мудрости наших предков. Но уверяю тебя, угроза нападения на нас армии демонов более чем реальна. И если они... Так, ребята, что-то происходит. Они вернулись. Но все это неправильно. Герой с запада должен был спасти нас. Берегись. Ооо. Так. Я что, один остался? Дедуль. Не уходи. Ты, тебе еще нужно подготовиться. Да, мне нужно подготовиться. Так. Ооо. Сожгите их всех. Пусть эти людишки преклонят колени. Не торопись, великан. Ооо. А это еще кто? И это все, что они смогли выпустить против нас? Жалкий человечешка. Приготовься к смерти. Ооо. Этот звук. Это невозможно. Ооо. Герой с запада. Он? Наверное, он, ребята. Хопа. Ту-ти-дыщ. Похоже, сегодня удача на твоей стороне. Барматозель. Да, мой король. Присмотри за этим червяком. Конечно, мой король. Возблагодари судьбу, ниндзя. Мои приспешники с легкостью расправятся с тобой. В осенних холмах. Да ты что? Так. А ты, это правда? Ты, герой с запада, что-то вроде того. По правде говоря, мне следовало прийти намного раньше. Похоже, толкови у тебя здесь никого и нет. Так что у меня для тебя будет крайне важное поручение. Возьми этот свиток и пронеси его через весь остров. Твоя задача добраться до ледяной вершины, где тебя будут ждать три мудреца. Но кто ты и почему этот свиток так важен? Ответы ты найдешь по пути. А сейчас отправляйся к деревенским воротам. Ночь укроет и защитит тебя на твоем пути к осенним холмам. Удачи тебе, гонец. Нам дали свиток, ребята. Ты получаешь свиток. Тебя избрали на роль гонца и поручили пронести свиток через твой проклятый мир. Оп, и исчез он куда-то, ребята. Так, ну-ка, пойдемте посмотрим, кто-нибудь остался хоть в живых-то здесь. О, дедулечка. Значит, избрали тебя. Удачи тебе, гонец. О, а братья-то мои... Да, погибли, к сожалению, ребят. Ну что же, а нам пора с вами отправляться в увлекательное и опаснейшее приключение. Так что, поехали. Будем наказывать зло. Осенние холмы. О, музыка мне напоминает, знаете что, ребята? Игру Робокоп на Денди, помните? Ха, точь-точь. Так, что это за сферы такие? Очень интересно. Ладно, будем собирать. Блин, ребят, ну... Игра действительно как на Денди. Мне прям ностальгия такая берет. Но вам сразу скажу, что она свежая. Она этого года вышла совсем недавно. Так что, вы не смотрите, что она такая простенькая в исполнении. Должна быть очень и очень увлекательная. Ну, мы будем это с вами, ребят. Проверять, смотреть. Так. Пока у нас все легко и просто. Убиваем каких-то монстриков здесь. Прыгаем. В общем, все в стиле Денди, ребят. Ох, сколько же я свое время провел. Времени за Денди. Да. И за тем же самым Ниндзя Гайдлином. Хопа. Отлично. Ну, естественно. Как же без платформ? Ха-ха-ха. Это, как говорится, везде, ребят, присутствует. Так. Пока все легко и просто. Опа, на. Ай, не допрыгнул чуть-чуть. Так, это что у нас еще такое? Сохранение. Опачки. Так, что такое? Тихонько, тихонько, ребята. Я надеюсь, я не упаду здесь. Ха-ха. А, гонец, не ожидал увидеть тебя так скоро. Что это за место? Это лавка. Что-то не похоже на лавку. А я похож на лавочника? Хм. В любом случае, я загадочный тип, которому предстоит наставлять и поддерживать тебя в твоей эпической миссии по спасению мира. Твоя задача отнести свиток на вершину далекой горы, где тебя будут ждать три мудреца из моего ордена. Твоего ордена? Притормози. Для одного диалогового окна там было слишком много текста. Слушай, ты просто иди на восток, да не забывай собирать все эти осколки времени, которые валяются на каждом шагу. С ними я смогу улучшить твои способности и артефакты. Первое улучшение за счет заведения. Наслаждайся. Ты получаешь ручные крючья, чтобы зацепиться за стены, прижимаясь к ним, пока находишься в воздухе. Ага. Тебе что-нибудь нужно? Хм. Мне? Ну давай поговорим, чат. Так, о чем ты хочешь поболтать? Значит, ручные крючья. О, да. Прижмись к стене, чтобы как следует уцепиться и карабкаться себе на здоровье. Логично, судя по всему, мне это вполне по силам. Да, именно поэтому Джон Гейден изобрел их много десятков лет назад. Что за Джон Гейден? Неважно. Мне просто надо было упомянуть его в знаковожении. Не понимаю. А кто-то, может, и поймет. Так, о чем ты хочешь поболтать? Мм, что это за место? Ну, а если серьезно, где мы? Что, любопытно стало? Со временем ты начнешь понимать, что правильный вопрос не где, а когда. Хм. Хм. И все? Слушай, я знаю, для тебя все пока в новинку. Но довольно-таки наивно с твоей стороны на столь раннем этапе приключения рассчитывают на что-то помимо зашифрованной информации. Хе-хе. Может быть, тебе лучше вернуться к своей миссии? Купи улучшение, здоровье или что-то вроде того и ступай! Ох уж, это современная молодежь. Так, о чем ты хочешь поболтать? Хе-хе. Есть что рассказать, а? Может, тебе есть что рассказать? Ну, конечно, вот тебе одна история. Жил-был на свете слуга, который не умел читать. В один прекрасный день его госпожа попросила его что-то прочесть. А он ответил, простите, госпожа, я не умею. И за такой ответ его тут же уволили. Хм. И пошел он бродить по улицам в поисках чайного домика, где он мог бы расслабиться и свыкнуться с дурными новостями. Так и не найдя ничего подобного, он предположил, что о чайном домике в городке мечтает не только он, и открыл свой собственный. Чайный домик пользовался большим спросом, молодой человек построил еще больше таких домиков и разбогател. Как-то раз бухгалтер попросил его просмотреть какой-то документ, однако он ответил, что не умеет читать. Бухгалтер не поверил своим ушам. Он сказал, если вы стали миллионером, даже не умея читать, то представляете себе, кем бы вы были, если бы умели. О, я точно знаю, кем бы я был, ответил богач. Я был бы слугой. Конец. Так, о чем ты хочешь поболтать? Да все, по-моему, уже не о чем. Так, улучшить. О, воу. Так, и что же мы можем? Так, это сюрикен энергии. Дальняя атака. Но мы пока не можем, не хватает, ребята, у нас энергии. Удар ниндзя. Атака на вражеские снаряды. Так, ну-ка. Пластины корута. Во, вот это вот, наверное, нам, ребята, пригодится. Повышает нашу стойкость. Так, и вроде бы все, ребята, больше ничего не можем. Так, ну что, вроде бы все, ребят. Выходим отсюда. Так, что у нас тут еще есть? О, шкаф. Пожалуйста, не трогай шкаф. А ты жук. Ну что же, отлично. В общем, поговорили, улучшились. И продолжаем наш путь. Блин, ну музло действительно, ребята, как в робокопе. Ха-ха. Погоди, 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 погоди. Вот это вот надо, надо подбить. Тута сферы времени. А они нам нужны, ребята, для того, чтобы мы могли прапать нашего ниндзю. Так. Отлично. Что это у нас такое? Непонятно. Да и в принципе не важно. Ой. Пардончи. Ну, я смотрю, монстры пока у нас все одного типа. Тихо, тихо, тихо. Не надо тут своими фейерболами стрелять. Это у нас монстр типа черепахи. Там тоже как черепахи, только, ребята, они дышат при этом огнем. Иди сюда. Ха-ха, минус. Ну, что ты, пыхтун. Так, надо мне вот здесь, ребята, тоже подобрать. Опа. Оу. Вот это, вот это нежданчик. Как они быстро респавнятся, а? Стоит только зайти за экран, как они тут же появляются. О-оу. Это, ребята, плохо. С одной стороны. А с другой стороны очень хорошо, потому что мы можем таким образом фармить себе вот эти вот сферы. Ну, что, я так понимаю, нам нужно наверх двигаться? Тихонько. Вот здесь аккуратно надо быть. Оп. Хоп. Замечательно. Так, это мы, наверное, с вами подберем. Так, 43 сферы, ребята, в данный момент у меня. Так, тихо. Больше мы не купимся на эту ловушку. Ага, это, я так понимаю, шипы у нас. Что это за черепики-то? Ха-ха. Ну-ка. Хоп, бинго. Они сами погибают. Шикарно. Ой, ёлки-палки. Аккуратно, аккуратно. Значит, прям как в ниндзя-гайдене. Ребят, если мы с вами сталкиваемся с врагом, то нас немножко откидывают назад. Это очень печально, особенно в те моменты, когда сзади тебя какой-нибудь обрыв находится или еще что-нибудь в этом роде, потому что есть вероятность падения в него. Так, тихонько. Оп, успел. Иди отсюда. Так, не балуй, не балуй мне тут своим огнем. Да, конечно, хотелось бы, ребят, получить вот здесь. Вот получится. Есть, контакт. Оу, кто-то новенький. Опачки. Так, погоди, он что, прям в меня? Нет, немножко не... Да ё-моё. Всё. Какие-то, ребята, здесь монстры, знаете, все похожи то на черепах, то на жуков каких-то. Ха-ха-ха. Ё-моё. Блин, у меня всего две хпшечки осталось, этого мало. Так, а это что у нас? А, сохранение. Всё, понял. Ну что же, хорошо, что есть сохранение здесь. А мы с вами продолжаем наш путь. Хоп-хоп, отлично. Погнали. На всех парусах. Так, опа-на. Так, водичка. Тихо, тихо, тихо. Опа. А мне, ребята, не выбраться отсюда. Слушайте, наверное, надо... Ага. Прикольно. Ха-ха. Даже музыка, ребята, изменяется. Знаете, такое ощущение, как будто под водой, действительно. Так, тихо, тихо, тихо. Давай. Давай, подожди. Сейчас вот. Поплыли, поплыли, поплыли. Ну, не надо вот только здесь вот стреляться своими ядрами. Так, нужно по-быстренькому это дело сделать. Ай. Есть. Восстановили, ребята, полностью себе здоровье. Подобрав, как говорится, зеленый сосуд. Давай, давай. Плыви, плыви, мой ниндзя рейчик. Так, аккуратненько. Здесь у нас какие-то звездочки. Так, проплываем, проплываем. Здесь, наверное, внизу, ребят, надо проплыть. Потому что поверху не получится, не успеем. Слушайте, но мне нравится эта игра. Несмотря на то, что она так простенько сделана. Ну, я чувствую, у нее будет хороший потенциал. Ну, а вы, ребят, в свое время ставьте лайк. И пишите в комментариях, что вы думаете по ней. Так, здесь ничего у нас нету? Нет, походу нет, ребята. Здесь тупик. Так, ах ты, смотри, какой гад подловил меня. Ну, ничего страшного, ребят. У нас здесь, вон, зеленая бутылочка. Сейчас мы все здоровье себе восстановим. Отлично. Так. Тут надо плыть. Тут шипы. Нам не перепрыгнуть, ребят, в любом случае. Ну, что ты, пыхтун. Два пыхтуна здесь. Минус. Так, эти сферы мне понадобятся. Опа. Замечательно. Жалко, конечно, что фонари, ребята, не респак... Опа, опа, бежит. Ха-ха. Разогнался. Сколько у меня? Уже 110 сфер. И это замечательно, ребят. Мы можем с вами, наверное, в следующий раз пропаться капитально. Так, и... Да, как раз сохранение и... Лавочка. Лавочка вот этого вот чудика-торгаша. Давайте-ка глянем. Тебе что-нибудь нужно? Да, мне нужно улучшить. Вау. Сюрикен энергии, ребята, на Y. Так, давайте, наверное, выучим его. И у нас 66 сфер. Удар ниндзя, естественно. Все, ребят, больше ни на что не хватает. Так, сматываемся отсюда. Так, что это у нас за бабочки тут летают? Наверняка. Ага. Не убиваются, походу. Дело. Так, восстановили здоровье. Хотя у нас и так было полностью. Ну что же, ребята, сюрикен вроде бы работает. Эть. А, три сюрикена я могу выпустить всего лишь. Все, понял, ребята. А я потратил всю энергию. Эть. Упал. Упал. Мне так не нравится. Я хочу вот эти сферы дособирать. Так, давайте-ка. Замечительно. Перепрыгиваем. Ты куда пыхтишь? Ай-ть. Аккуратненько. Хе-хе-хе. Да пыхтелся. Так, здесь тоже надо быть аккура... Аккура... Воу! Блин. Быстренько, быстренько все делаем. Как говорится, в жанре нон-стоп. Так, здесь нужно что? Так, перепрыгиваем. Ой. Ладно, бывает. Ничего страшного. Да хорошо уже пыхтеть. Оу, с двух сторон. Мы сейчас, ребята, сделаем по-хитрому. Вот сюда спустимся. И, как говорится, выскочим прямо у него под носом. На! Ха-ха. Оп-оп. Немножко спанталыги сбил и сдох. Хорошо, ребята, что эти монстры погибают на шипах. Ну куда вы разогнались-то? Эй, красавчики. Все почему-то, ребята, здесь монстры с панцирями. Вы заметили? Так. Ну что же. Наверное, нам надо... Давайте для начала вот этот фонарь подобьем. Отлично. Так, и будем сейчас туда с вами. Блин, я боюсь, ребята, он меня снарядом этим собьет. Получится? Нет? Ать! Нет, прокатило. Ага! Я снаряды, оказывается, могу сбивать. Так, мне нужно... Не получилось. Пардончи. Так, нужно спрыгнуть и как-то все это быстро сделать нам, чтобы я... А ну-ка. Сейчас, секунду, ребят. Сейчас попробуем прыгнуть на платформу, а с нее уже... Отлично. Нормуль, получилось все. Сохранение. Двигаемся дальше. Так. Ну что ты, зеленая уш... Блин! Все время, ребята, спешу, спешу и за это нелепо трачу здоровье. Так, погодите. Опа! Получилось. Фонарик. Оп! Ах! Ёлки-палки, ребята! Пардончи, я думал, что здесь нельзя упасть. О, новый клиент! В плане, новый клиент. Хе-хе. Что случилось? Я там чуть не погиб. Собственно говоря, ты погиб? А, ну как? Меня зовут Квабру. Кварбл? К твоим услугам. Я тот, с кем ты никогда не познакомился бы. Будь у тебя хоть какие-то навыки. Суть в том, что у меня есть волшебное кольцо, позволяющее мне управлять пространством и временем. И как только ты окажешься на волшок от смерти, я появляюсь, останавливаю события и перенесу тебя к ближайшей контрольной точке. Так и в чем подвох? Ну, во-первых, ты все равно каждый раз будешь испытывать боль и агонию. А еще я заношу твои долги в свою записную книжечку. И буду оставаться поблизости и подборовывать твою добычу, пока мы не окажемся в расчете или пока мне не надоест. Ну, я могу и позволить тебе умереть, если так тебе будет угодно. Похоже, мы заключили сделку. Рад, что мы сходимся во мнениях. Что ж, двигаемся дальше. Ага. Так, и... Ёлки-палки, ребят, я теперь понял, что делает этот охламон Квабру. Он будет у меня, значит, забирать сферы до тех пор, пока мы с ним не рассчитаемся за эту услугу, что он меня воскресил. Ну, что же, я считаю, что это справедливо. Но вот только интересно знать, сколько будет он это дело делать. Сколько ему энергии нужно для того, чтобы со мной рассчитаться. Так, ребят, здесь аккуратно. Вот видите, как я лопухнулся. Я просто не подумал, что здесь обрыв. Вот и прыгнул. Ладно, будем действовать аккуратненько, очень аккуратно. Да чтоб тебя! Квабру, хорош жрать всю эту. Все сферы мои поглощает. А мне-то что-нибудь останется? Эй! Полух. Все, ребят, он исчез. Кажется, мы с ним рассчитались. Да-да-да, я теперь собираю их себе. Отлично. Так, тихонько. Ну что же, будем говорить, что... Вау, сюрикен очень неплохо работает. Будем говорить так, что этот квабру нас оживляет, но мы с ним должны будем рассчитаться. Естественно, с сферами. А вот единственный вопрос у меня возникает. А что будет, если я, например... Так. Упаду в тот момент, пока мы с ним еще не рассчитались. Так, надо... Ого! Так, две платформочки. Значит, вначале мы прыгнем с вами на нижнюю. Так, вот здесь нам нужно перепрыгнуть. А с этой уже, я так понимаю, туда, дальше. На продолжение. Отлично. Ого! Это что, у нас потайная комната была? Что это за монетка такая? И... Опачки, торгаш. Так, похоже, ты из тех, кто сворачивает с проторенной тропы? Ну, например... Что это за большая зеленая штучка? А, ты о предмете, который ты разбил, вместо того, чтобы подобрать? Хе-хе-хе. Это печать силы. В мире множество подобных печатей. Но, по правде говоря, я не знаю наверняка, для чего они. Могу сказать одно. Находить их все тебе совершенно не обязательно. Но если ты из тех, кто никогда не откажется от дополнительного вызова, всюду ищи потайные комнаты. И кто знает, может быть, ты получишь доступ к сверхмощному заклинанию. В общем, я у себя лавки. Ага, ребята. Короче, это получается как бонус. Если мы с вами будем собирать вот эти вот зеленые монеты, большие, то, скорее всего, мы что-то получим за это. Ну, вот сколько их нужно собрать, я так и не понял. Давайте-ка попробуем. Так, нам нужно как-то перепрыгнуть. Вот, на нижнюю платформу. Погнали. Ой-ой-ой. Да, рановато прыганул. Ой, привет. Я коллега Кварбла. Кфир был. Похоже, я только что увидел выражение лица, с которым ты падаешь в яму. Бесценно. Хе-хе-хе. А, игруха-то с юморком? Так, слушайте, мне интересно. А монета исчезла или мне ее надо заново подбирать? Так, ну-ка, надо проверить обязательно, ребят. Вы уж меня простите, но я должен убедиться. Ага, монетки нету. Хорошо, значит, мы все-таки ее подобрали. Блин, теперь лишь бы не упасть заново. Давайте-ка немножечко здесь по-другому сделаем. Я слишком поздно прыгнул. Надо чуть-чуть пораньше. А лучше вообще, чтобы я вот так прыгнул и приземлился на нее. Оп. Замечительно. Погнали. Так. Ага, ну демоны, естественно, ребята, восстановились. Донаты. Блин. Теперь этот кваброл у меня опять поедает все мои сферы. Ну что же, ребята, долг платежом красен. Все, он уже исчез. Замечательно. Быстро мы, кстати, с ним расплатились на этот раз. Ну куда ты бежишь, а, зеленая сопля? Ну уровни, согласитесь, пока вот в данный момент очень и очень простенькие. Ничего такого сложного я не вижу. Но изучать мы с вами будем много чего. Поэтому я думаю, что со временем здесь все намного усложнится. Так, 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 ать. Блин, не подобрал одну, к сожалению, ребят. Но ее, наверное, мне и не подобрать. Да, не допрыгну. Зато 100 сфер у меня уже собрано. Три сюрикена у меня есть. Так, можем вот так вот даже быстренько подниматься. Воу, 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 воу. Началась натуральная, ребята, аркада. Значит, короче, смотрите. Демен постоянно пуляет фаерболы. А мне нужно как-то прыгнуть на эти платформы. Как же мне успеть это сделать и не попасть? Будем рисковать. Ой, 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 опасно. Слушайте, ну у меня нет другого выбора. Оп. Черт подери. Фу. Нам, короче, повезло. Хе-хе, крупно. Опять торгаш? Да, именно он. Ну что же, давайте посмотрим, можно ли нам что-то здесь у него улучшить. Так, ну что, давай улучшим. Ага. А, ребят, ничего не можем. Нет, можем. Вот, можем. Второе дыхание. Или не можем? Что-то не могу понять. Нет, все-таки можем. И все на этом. Так, выйти. А что это за сундук? Что это за большой и загадочный сундук? Он появился, когда ты разбил свою первую печать силы. Чтобы его открыть, продолжаю я разбивать печать и силы. Осталось всего 44. Оу. 44? Хм. Немало, я вам скажу. Ну, наверное, оно того стоит. Так, что это такое? Опа-на. Босс, что ли? Ха-ха-ха. Что это за лиственник там сидит? Ого. Так, и что ты делаешь? Бродяга. Оу. Так, понял. Бросает какую-то фигню. Я так понял, свои же листья. Ага. Так, он еще прыгает. Да, опачки. Да ты достал за... Ой, ребята, у меня всего две хпшки. Ладно, не беда, если я проиграю. Это, как говорится, ознакомление у меня. Получил свой гаденыш. Так, за... Ой, ё-моё. Ребят, я не вижу здоровья, сколько у этого демона. Так что придется наугад. Но я вижу, что он моргает уже. А значит, совсем немножко. Тихо. И все, что ли? Ну что ж, довольно легко. И просто... Правда, я чуть не погиб, было. У меня всего лишь... Одна хпшка там осталась. Ха-ха. Так, и куда же мы с вами дальше идем? Заброшенный храм. Ага. Ага, даже так. Ну, вижу какой-то портал. А, это, наверное... Да, ребят, это сохранение. И лавка торгаша. У нас всего 24 сферы. Вряд ли мы, конечно, что-нибудь здесь сможем улучшить. Но, как я вам говорил, ничего у нас не получится. Ладно, не беда. Ну что, дорогие друзья, давайте на этой ноте мы с вами будем завершать эту серию. Надеюсь, вам понравилось. Вы пишите мне в комментариях, стоит в нее дальше играть или нет. Ну, а мы с вами увидимся, наверное, в следующей серии. Так что, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok